Рождественские встречи. Мероприятие, приуроченное к одному из главных православных праздников, Рождество Христово, прошло в детской центральной библиотеке Бригантина. Оно проводится уже на протяжении 8 лет с целью сохранить и передать христианские традиции молодому поколению. Здесь и школьники, и ветераны Великой Отечественной войны, и просто приглашенные гости. Рождественские встречи – еще одна возможность представителям разных поколений увидеться и поделиться опытом. Тем более, что объединяет их любовь к одному из самых светлых православных праздников – Рождество Христово. Каждый раз, когда мы празднуем этот праздник, Рождество Христово, мы всегда приобщаемся к нашей культуре, к русской культуре, к нашему православию, к нашей вере. Так хочется, чтобы наши дела переходили нашим будущим поколениям. Разного возраста вот здесь, начиная буквально с 6 лет, с 5 лет и средний возраст. Старшеклассники приходят, помогают. Учащиеся общеобразовательных учреждений в этой встрече принимали активное участие наравне со взрослыми коллективами. Для присутствующих исполнили песни, стихи и калятки, посвященные Рождеству. Песня «Рождество Христово» Также с приветственным словом и поздравлениями гостям рождественской встречи обратился отец Александр, настоятель храма в Котельниках. Конечно же, праздник Рождества Христово – это праздник любой, наверное, христианской православной семьи. Поэтому все ваши семьи, все наши семьи, я поздравляю желания процветания нашим семьям, радости, мира, самого главного дара Христова – святоевангельской любви. Зимние месяцы богаты на православные праздники. Так, после Рождества начинаются святые дни или святки, предшествующие крещению Господня, который состоится в ночь с 18 на 19 января. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.